Слава Рабинович Разворотило немедленно И кайловище черенок лопаты в их руках Стал им помогать в разговорах со своими товарищами И когда они вспоминали об этом Говорили, повторяя как молитву Мрачную лагерную поговорку «Умри ты сегодня, а я завтра» Варлам Шаламов Это в кавычках цитата Ну а дальше идет рассказ силовиков Которых, собственно говоря, насколько я понимаю Слава Рабинович покупает Или, возможно, это, конечно, чувство патриотизма Или чувство справедливости в них говорит Но Слава Рабинович – финансист Каким-то образом наступивший на любимую мозоль Путину И с тех пор ему приходится шарахаться по заграницам А в России он не может находиться Потому что там из него начали, видимо, выжимать, прессовать денежное масло Ну а что еще нужно Путину и его бригаде? Только денежное масло Итак, знакомый силовик Рассказала лично Славе Рабиновичу Понимаешь, у нас все все понимают Президент нелегитимен Госдура нелегитимна Многие во власти понаделали делов Не только на Гаагу Все еще следишь за внешней политикой За Сирией, за Турцией Или еще за Украиной Смотришь, как Керри на Старом Арбате матрешек покупает Или у Данкен Донатс фоткается Ах-ха-ха Следи лучше за тем, что происходит ближе к дому, дурень Ты видел, как ГСУ пересажало десятки? Нет, уже сотни людей за обналичку Сидят в КПЗ по СИЗО распиханные А знаешь почему? Потому что так папа сказал Здесь, друзья, хочу пояснить Я для вас, что папа Это Владимир Путин Президент Российской Федерации Его весь ближний и дальний круги Называют папой Почему, друзья? Да потому что он их, как птенцов Кормит из своих рук Он для них папа, конечно Ну, может быть, потом Они его будут и мамой называть Он для них все Он для них, вся их жизнь И вообще, конечно, вся их жизнь в его руках Итак, продолжаю дальше Откровение силовика А знаешь, что папа сказал? Обналичка только через него Если кто-то не через него На нары Через полгода Вся обналичка будет Только через 2-3% И каждый будет управляться Самим ГСУ В каждом будет главный Человек из наших В погонах Подчинение и занос Лично папе Знаешь, сколько это денег? А ты посчитай Рынок сотни миллиардов долларов в год Ставки, сам знаешь, несколько процентов Будет еще выше Возьми процентов 8 от 200 миллиардов долларов в год Каждый год Нормально, да? Ну так это так Для наживы Но есть еще и благородные цели Предстоящие выборы Каждый кандидат в Думу От Единой России Получит от папы 2,5 миллиона долларов На предвыборную кампанию Знаешь, откуда деньги? Сейчас умрешь от смеха Ты думаешь, это бабло Через Платон Через этот налог Ротенберга Пойдет в бюджет На ремонт дорог Ты думаешь, что Дополнительная абонентская плата За электричество Пойдет в бюджет На содержание сетей Дурень В стране сейчас 12 миллионов точек присоединения Если абонентская плата Будет всего 100 рублей в месяц Это даст 1 миллиард 200 миллионов рублей Ежемесячно Ежемесячно, дурень, понял? Плюс Платон Все это не поместится В коробку из-под ксерокса Все это не поместится В один большой секретный банковский счет В МДМ Как в 1996 году Это пойдет фонды В некоторые фонды Большинство из этих фондов Такие специальные благотворительные фонды Вне бюджета И дальше папа будет раздавать Сам раздавать Вставай в очередь Если ты в единой России В шумном балагане Он погоняет Ты же видел Папа опять поменял Главу своей охраны Там большая проблема Прошлой весной Был раскрыт огромный заговор Несколько десятков человек Из наших Ты знаешь, где они сейчас? Большинство за решеткой Ведь об этом тебе не напишут По телевизору не покажут 18 генералов Понимаешь? 18 генералов Это тебе Ни хрен собачий И еще полковники Несколько десятков человек Что? Тебе имена назвать? И должности? Ну-ну Генерал-лейтенант полиции Сергей Лавров Начальник управления ФСКН по Краснодарскому краю Генерал-майор Внутренней службы Андрей Пилипчук Начальник управления По взаимодействию Со СМИ Министерства внутренних дел Генерал-майор Внутренней службы Николай Шустав Генерал-майор полиции Анатолий Жуковский Замначальника управления МЧС по Краснодарскому краю Глава МВД по КОМИ Первый Зам командующего войсками Центрального регионального Командования Внутренних войск МВД Владимир Падалко Первый Замначальника Московского управления МЧС Юрий Акимов Командир 22-й Бригады Оперативного назначения Внутренних войск МВД России Сергей Донкович Глава управления Материального обеспечения Главного командования Внутренних войск МВД Владимир Левкович Начальник главного управления Столичного МЧС Александр Елисеев И его заместитель Александр Гаврилов Зам главы МЧС В Дальневосточном, Северокавказском, Сибирском, Северо-Западном, Приволжском, Уральском И Южном Региональных центрах За мы Все Еще имена Нужна Или хватит? Сейчас Новый заговор Новая волна Новый глава охраны Сейчас будут новые Репрессии Генералов И полковников Новая волна Пойдет За решетку Понимаешь В сегодняшней России Только мы Силовики Можем у папы Власть отобрать Если реально На вещи смотреть Больше никто Чтобы кто-нибудь К нему в кабинет Зашел Застрелил его А потом Генерал-полковник Шаманов Вводит ВДВ В Москву Понял? Владимир Анатольевич Это тебе Нехрен собачий От него сам Рамзан Ахматович Шарахается Кто такой Ахматович Против Анатольевича? Анатольевич Окончил Рязанское Высшее Воздушно-десантное Командное училище Имени Ленинского Комсомола Тогда Когда Ахматовичу Было еще Два года Войны С 1996 Ахматович Это я тебе Точно говорю Ведет свои ВДВ В Москву И другие города И все Ахматович Улетит жить В Дубае В своем Золоте Навсегда А папа А папа не хочет Раскачивать Лодку Особенно Ценой Своей Жизни Понимаешь? Умри ты сегодня А я Завтра Итак Это из откровений Славы Рабиновича Финансиста И человека Который Наступил Владимиру Путину На любимую Мозоль И вот эта ссора Конечно Она опасна Для жизни Славы Рабиновича И он понимает Что его Могут убить Так же Как и Литвиненко В Лондоне Новичком Отравить Как опять-таки В том же Лондоне Травили Бывшего Разведчика ГРУ Все это Очень легко Когда целью Задаться Если он Действительно Наступит Сильно Папе То есть Путину На мозоль То его Конечно Отравят Но такова Жизнь Селяви Не хочется Конечно Жить в бедноте Не хочется Прозябать Жизнь А не проживать Вот я думаю Наш Владимир Путин Он прозябает Или проживает Свою жизнь Хотелось бы Конечно Чтобы хоть кто-то Хотя бы он Осознавал Что такое Жить На белом свете Да нет Не грабить Награбленное У своих Подчиненных А просто Пожить Понять Жизнь Вот выйти На природу Да в том же самом Капфера Где он живет На вилле Ноги в воде И Порадоваться За свою жизнь Как хорошо Он живет Посмотреть на небо На звезды Да нет Не думать Что это Голограмма А именно Думать Что это Какие-то Иные Миры И помечтать 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 Вот как мы С вами Друзья Мечтаем О хорошем Завтра Я Таня Карацуба Сиитбурхан Помогайте Друзья Моему каналу Ведь Все ролики Которые Я делаю Они Не монетизируются Нет Они Потом Монетизируются Но Первые Двое Суток У меня Крадут Сотрудники Ютуба А первые Двое Суток Это Самое Что Называется Это Самый Цимис Когда Снимают С меня Мои Сливки Денежные То есть Я Не получаю Ничего За рекламу Сколько бы Ни было Просмотров Просто Внаглую Снимают Так что Помогайте Чтобы я Вам делала Вот такие Ролики Я Таня Карацуба Сейдбург Хан Сейдбург 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 Сейдбург